С подарков они ставят себе вот такие вот цели, там, к примеру, не в пять подарков, а чуть ли не в миллионы подарков и сидят, выполняют эти цели. Кто-то батлится с такими прям прошаренными тиктокерами, которые прям в батлы хорошо выходят, соответственно, батлы — это подарки, а подарки, они не берутся из ниоткуда, эти подарки, они закидываются, опять же, с ваших карт, да, чтобы получить какие-то монеты в тиктоке, вы закидываете на тикток деньги. Вот, и многие не понимают то, что это одно и то же. Мол, вы мне закинете сто тенге на Каспи или вы мне закинете какой-то один подарок? Это те же самые деньги. И почему-то расценивается то, что когда ты зарабатываешь на подарках, ты заебись, человек, а когда сразу прикрепляешь Каспи, многие считают это за попрошайничество, типа «иди работай, мы тебе тут деньги скидем». И возникает вопрос, блядь, где твои мозги? Ты те же самые деньги закидываешь, те же самые деньги с карты ты закидываешь их сюда. А можешь просто сразу человеку перевести на счет? С эфиров меньше получается. Ну, спасибо за мишку. С эфиров меньше получается. Ну, кому как удобно. Вообще, на самом деле, я вот вела эфир с Димой, с тиктокером всю ночь. Он мне рассказал о том, что один его знакомый за эфир вывел 150 тысяч. Хотя заработанных было 600. Из 600 тысяч он вывел только 150. Все остальное списала комиссия тиктока. И теперь думайте, кто долбоеб. А мы с ним познакомились в тиктоке на эфире. А что такое, а? Какой-то не такой чел? Или? Я не спала всю ночь. Вместе 10 месяцев. Я сколько имею, я имею всегда по-разному. Опять же, это работа сама на себя. То есть, если я захочу, я могу весь день провести в эфире. Да я его знаю, лично знакомы, даже только давно не общаемся. Ну, понятно. Ну, как бы человек нормальный, правильно? Ну, то есть, ничего от него такого лишнего, подвоха. Ну, все, хорошо. Примерно. Я не могу даже примерно сказать. Потому что я могу, к примеру, целую неделю вести эфир. Да, по три, по четыре раза. И за один эфир я, к примеру, буду зарабатывать по 30 тысяч. На одном эфире 30, на другом 10, на третьем 8. Или также 40, или 30. И это еще зависит от того, как я буду вести эфиры. Какие тут будут люди. Какая будет тема эфира. Надо... Понимаете, когда ты ведешь эфиры, тебе должно быть... Ты должна вести эфиры так... Нет, в тинге. Ты должна вести эфиры так, чтобы ты был приятен людям. И чтобы ты был интересен людям. Чтобы они хотели тебе скидывать эти донаты. Ты должен что-то новое придумывать. Что-то интересное. Что-то азартное, возможно. Ну, я, к примеру, за один эфир могу заработать 30 тысяч. Могу вообще ничего не заработать. Это зависит еще от того, в какое время ты ведешь. Вот, например, вела бы я сейчас эфир в 5 часов вечера, а не в 6 часов утра. У меня бы было сейчас 300 человек на эфире. А так как сейчас утро, то меня смотрит 98 человек. Точки надо. Ну, точки тоже уже заезженная тема. А тебе не звонят на номер или как это работает? Это действительно мой контактный номер, по которому мне могут и позвонить, и написать в WhatsApp, и закинуть на Каспе. Но, слава богу, сейчас меня окружают люди, которые даже меня смотрят с очень хорошим воспитанием и пониманием того, что это делать надо. Бывают, конечно, моменты, что там начинают названивать всякие, написывать. Но зачастую это подписчицы, и они не несут за собой ничего такого плохого. А, ну и насчет дохода. У меня, к примеру, прошлый месяц у меня выписка в Каспе миллион. В этом месяце у меня... Ой, в том месяце миллион семьсот, в позапрошлом миллион. В этом месяце я еще не смотрела, но вроде как уже 800 тысяч есть. Все зависит от того, сколько я веду эфиров. Вот, к примеру, последние две недели я очень... Очень плохо вела эфиры, потому что я болела. Соответственно, донатов особо не было за эти две недели. Я очень много потеряла, по сути. Всем доброе утро. Но сейчас восстанавливаюсь, восстанавливаюсь в этом. Проведение эфиров. Я сейчас начала и батлы еще вести, поэтому... Посмотрим, посмотрим, как будет. Плюс тиктокер, с которым я буду взаимодействовать, сказал о том, что научит меня выводить деньги с подарков. Так как я начинаю вести батлы, это, опять же, доход в подарках уже. Но, опять же, тут очень сильная комиссия от тиктока. Сталик, привет. Тут идет сильная комиссия от тиктока. Тикток будет забирать буквально, ну, можно сказать, 70% от заработка твоего. Ммм, спасибо за сердечко. У меня актив упал. Что делать? Веди эфиры. Активные эфиры. По три, по два раза на день. И снимай больше видео. Будь более социален. В тиктоке. У меня дела хорошо. У тебя как? Ммм, дочь опять что-то нашла. Не спала и смотрела тебя? Да, мой совместный эфир. Ну как, гостевой. Нормально? Это хорошо. Я, кстати, попадала в твой профиль. Я пару раз заходила. Ты там что-то рекламируешь. Кинорум вроде бы. Кинорум, да. Самый большой донат был 50 тысяч. Вот жучка маленькая. Кстати, девочки, я заказала себе тоник Веледа для густоты и роста волос. Если кто-то пользовался, скажите, действенная тема или нет. А я ресницы не люблю красть. Погода ужасная. Так, кстати, да, еще...